24 июня в Чувашии отмечают День Республики. Праздничные мероприятия уже начались. Одно из первых международный экономический форум. Он сегодня открылся в Чебоксарах. В его рамках проходят круглые столы и конференции. Пленарное заседание вновь провели в формате делового завтрака. Ведущие эксперты, руководители предприятий, представители общественных институтов проанализировали тренды глобальной экономики и определили точки роста регионов. Впервые в рамках форума состоится награждение финалистов премии «Бизнес-успех». Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Мнение экспертов сводится к одному. Сейчас предприниматели, в том числе и зарубежные, готовы реализовывать свои проекты именно в регионах. Но инвесторов еще необходимо заинтересовать. Для работы бизнеса на местах должна быть сформирована идеальная модель. И здесь многое зависит от властей. Вызовы времени требуют согласованных действий для поиска дополнительных стимулов развития предпринимательской инициативы. Конкуренции. Стимулирование притока инвестиций в реальный сектор экономики и в социальную сферу. Перед гостями я хочу ответственно доложить. У нас сегодня работают семь иностранных компаний. Буквально они пришли за последний период. Мы создаем благоприятную среду для всех, кто хочет честно работать, платить налоги по российскому законодательству. Торговыми партнерами нашего региона являются 92 страны мира. Среди них Китай, Беларусь, Казахстан, Германия, Италия, Швейцария. Основной приоритет государственной политики – привлечение инвестиций, улучшение делового климата в регионе, инновационное развитие. К республике присматриваются и японские предприниматели. Инвесторы из страны восходящего солнца приехали на форум, чтобы найти партнеров в сфере электротехники и производства автокомпонентов. В японско-российском отношении существует три задачи. Депрессивные сотрудничества области. И второй – это содействие продоведения мароследовательных предприятий. Третий – это расширение территории. Наша японская делегация находится в Чувашии впервые. Мы посетили различные предприятия, и многие предприниматели хотят сотрудничать с Японией. Мы знаем, что республика заинтересована в расширении экспорта в страну восходящего солнца. В этом году среди участников Чебоксарского экономического форума немало представителей европейских стран. Свои проекты в республике в ближайшие годы намерены реализовать польские бизнесмены. Мы уже ведем переговоры с опорой России, которая готовит компетенции с малым и средним бизнесом. И это то, что нас интересует. И я вижу там большие возможности, большой потенциал. Это сельское хозяйство. Это то, что нам совпадает с нашими возможностями. Потому что, я не знаю, насколько Чебоксарские знают, но польское сельское хозяйство очень на высоком уровне. Есть о чем поговорить. Но и российские бизнесмены должны укрепить свои позиции за рубежом. Чтобы это произошло, необходимо устранять возникающие барьеры. По их мнению, на смену одним, как грибы растут и другие. Что мешает предпринимателям. Эксперты считают, что во многом компаниям не хватает финансовых ресурсов. Есть проблемы и с логистикой. Нужно уменьшать предпринимательское бремя, налоговое бремя, снижать административные барьеры. Ну и, мне кажется, государство должно создать понятные условия. В плане, например, инвестиционный, должен создан быть инвестиционный меморандум, где предприниматель, если он выполняет все условия, создает рабочие места, платит налоги, строит эти заводы, он должен понимать, что правила игры не изменятся. Что государство не поменяет процентную ставку, регуляторную среду. В республике предпринимателям работать комфортно, и это отмечают ведущие эксперты. Регион укрепил свои позиции в рейтинге кредитоспособности. Высокие оценки Чуваши поставили не только в России, но и аналитики за рубежом. Это позволяет региону смело говорить как с инвесторами, финансистами и регуляторами, как в России, так и в Евросоюзе. Регион продемонстрировал свою информационную открытость, потому что для того, чтобы пройти процедуру рейтингования, регион должен сделать очень большую работу. И эта работа была проведена, было предоставлено большое количество информации. Мы поговорили с предпринимателями, с руководителями администрации, с внешними экспертами. На форуме партнером республики стал и Российский фонд технологического развития. И в рамках форума у нас подписывается соглашение о взаимодействии Российского фонда технологического развития и фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской республике. Два фонда будут сообща развивать инновации. Экономика региона в них нуждается остро. Бедрик Ковалев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика. Спасибо большое.